Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что необходимо ужесточить ответственность за умышленный срыв торгов при реализации нацпроектов, вплоть до уголовной. Об этом он заявил на заседании президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам. Республику Мариел на заседании президиума Совета при президенте представлял глава региона Александр Евстифеев. По мнению главы правительства, необходимо сделать так, чтобы умышленные срывы торгов или демпинг на них не мешали заключению договоров, не приводили к нарушению сроков, не исполнению обязательств и не парализовали работу по нацпроектам. Дмитрий Медведев проиллюстрировал манипулирование на торгах таким примером. Участник тендера изначально не преследует цели заключить договор, но обращается с заявкой и проваливает конкурс. Его приходится проводить повторно, сдвигаются все сроки. За такие действия премьер предлагает ввести дополнительную ответственность. Все ключевые административные решения мы с вами приняли. Соглашения о межбюджетных трансфертах заключены. Деньги для регионов, которые на этот год предусмотрены, они доведены в значительной мере, но что-то еще доводится. Я дал поручение организовать работу по ресурсам, которые определены на 2020 год. Также мы пошли навстречу некоторым регионам, которые по различным уважительным причинам, это, как правило, погода, не уложились в сроки по субсидиям, которые были выданы в прошлом году. Им не придется выплачивать штрафы, которые они должны были бы перечислить в бюджет. Но это позволит завершить начатые проекты, не отвлекать ресурсы этого года, а прямо направить их на решение важнейших вопросов. На реализацию 12 национальных проектов и комплексного плана модернизации инфраструктуры мы предусмотрели значительные деньги. Вы цифры все знаете, назову их, тем не менее, еще раз. На 2019 год это более 1,7 триллиона рублей. Часть этих денег, как я уже сказал, находится в регионах, часть будет перечислена. Руководитель кабинета министров рассказал, что для реализации национальных проектов будет использоваться система электронного бюджета, которой подключат федеральный центр и правительство всех регионов, что позволит снизить административную нагрузку на субъекты и уменьшит бумажный оборот. Кроме того, на очереди запуск системы мониторинга в реальном времени, отображающей реальные и целевые показатели нас проектов на территории всей страны. Напомню, что в Мариел исполнение национальных проектов находится под личным контролем руководителя республики. Задача, изначально поставленная руководителем всех министерств и ведомств региона, действует строго в рамках российского законодательства.